Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами проведем урок закрепления по классу млекопитающих. Сегодня мы поговорим с вами о Красной книге Кыргызстана. Прежде чем наша земля обрела сегодняшний облик, прошла не одна геологическая эпоха. На протяжении этих эпох центральная Азия, где расположены небесные горы Тиньшань и Кыргызстан, много раз превращалась в моря и много раз покрывалась пышной растительностью. Позади остался мезозой, эпоха динозавров и появление первых млекопитающих. Вымерли шерстистые носороги и мастодонты. На сегодняшний день на территории Кыргызстана обитает 83 вида млекопитающих, 25 видов рептилий, 4 вида амфибий, 85 видов рыб, 365 видов рыб, птиц и более 10 тысяч различных насекомых. Тема нашего урока – Красная книга Кыргызстана. Цель нашего урока – познакомиться с важным документом природоохранной деятельности Кыргызстана, составить зрительные образы объектов Красной книги и осознать необходимость охраны природы, ну и естественно сделать выводы. Работать мы будем через проблемный вопрос. Этот же проблемный вопрос будет вашим домашним заданием. Проблемный вопрос – возможно ли сделать так, чтобы Красная книга стала не нужна? Запишите, пожалуйста, в свою тетрадочку проблемный вопрос. Красная книга – это аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. Начало всемирной переписи редких растений и животных было положено в 1945 году, когда представители международной и правительственной организации при ЮНЕСКО озаботились тем, что с планеты Земля исчезает огромное количество видов растений и животных. Они же и предложили создать список исчезающих растений и животных. Первый том Красной книги вышел в 1963 году. С тех пор Красная книга пересдавалась пять раз. Первые четыре тома посвящены исчезнувшим животным. Последний том посвящен исчезнувшим растениям с планеты Земля. Красная книга, название этой книги, Красная книга, было предложено английским орнитологом Питером Скоттом. Почему же эту книгу назвали красной? Как известно, красный цвет – это запрещающий цвет. Он говорит, стой, остановись, не губи, так нельзя, перестань. Красный цвет книги – это сигнал тревоги опасности, сигнал СОС. Этот сигнал подают нам растения и животные. Именно поэтому Красную книгу назвали красной для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме растительного и животного мира. В Красную книгу попадают растения и животные, которые существовали на планете Земля не одно тысячелетие. А в настоящее время они исчезают с лица Земли и все эти исчезновения происходят по вине человека. В Красной книге пять категорий страниц. Первая категория – это черные страницы. В нее занесены животные и птицы, которых уже нет на нашей планете. Белая страница – здесь записаны животные и растения, численность которых всегда была невелика. Серая страница – на этих страницах размещены животные и растения, которые мало изучены, а места их обитания труднодоступны или точно не установлены. Желтая страница – в нее занесены растения и животные, количество которых уменьшается стремительно. И зеленая страница – на зеленой странице записаны животные и растения, которых удалось спасти от вымирания. Теперь мы с вами поговорим о животных, внесенных Красную книгу Кыргызстана, животных нашей с вами республики. На территории Кыргызстана обитает более 10 тысяч видов насекомых. В Красную книгу занесены краснотел пахучий, махон обыкновенный, мохнатый хрущевик регеля, травянистая зеленая бронзовка и восковик обыкновенный. На территории Кыргызстана обитает 83 вида рыб. В Красную книгу занесены щитовидный жерих, жерих по-кыргызски – кашка. Довольно редкий вид рыбы, который обеспечается в Кыргызстане только в Токтагульском водохранилище. Чуйская остролучка – учту канат. Рыба из семейства карповых обитает тоже на территории Кыргызстана и занесена в Красную книгу. Иссыкульская маринка – сазан, кара, балыгы. Распространена в озерах и реках горных зон Средней Азии, в бассейнах озера Иссыкуль и Балхаш. Иссыкульский голый осман – кёк-чаар или Алла-Буга. Также, как и маринка, распространен в озерах и реках горных зон Средней Азии, в бассейнах озера Иссыкуль и Балхаш. В Красную книгу Кыргызстан занесены и земноводные. На территории Кыргызстана обитает всего 12 видов земноводных, и 4 из них занесены в Красную книгу. Центрально-азиатская лягушка – кызыл, колку, бока. Живет в поймах, равнинных и горных речах с тихим течением. Значительную часть жизни проводит на суше. Населяет Чуйскую долину, северо-восток и теньшане. Зеленая жаба – жашил, кур, бога. Предпочитает открытые места – поля, луга, поймы рек. Окрас – крупные темно-зеленые пятна, обрамленные узкой каймой. Рацион питания – это в основном беспозвоночные животные, обитающие на суше. Рептилии тоже занесены в Красную книгу Кыргызстана. Степная гадюка – крупная змея, максимальная длина тела до 63 см. Это ядовитая змея Кыргызстана. Длинноногий – сцинк Шнайдера. Кадимки – тартак сцинк. Крупная ящерица, длиной тела до 16,5 см и массой около 90 грамм. Тело у данного животного стройное, гибкое, покрытое гладкой чешуей. Серый варан – животное тоже занесено в Красную книгу Кыргызстана. 365 видов птиц обитают на территории Кыргызстана. И среди них есть птицы, занесенные в Красную книгу. Горный гусь занесен в Красную книгу Кыргызстана. Родина горного гуся – это Тиньшань. Живет в высокогорных озерах Санкуль и Читеркуль. Самый крупный и сильный представитель из рода орлов – беркут, занесен в Красную книгу Кыргызстана. Беркут является достоянием нашей республики. Искусство охоты с беркутом является традиционным для кыргызов. Беркуты селятся на труднодоступных хребтах Тиньшаня и откладывают по одному реже два яйца. Самый крупный и красивый представитель отряда соффилин, также обитающий на территории Кыргызстана и тоже занесен в Красную книгу. Архар – горный баран, занесен в Красную книгу Кыргызстана. Сурок Мензбира или по-кыргызски Мензбир Суру – животное, обитающее в горах Тиньшаня, занесен в Красную книгу нашей республики. Красный или горный волк – кызыл корышки. Долгое время считалось, что красный волк является вымершим животным, но на территории Кыргызстана встречаются единичные особи этого редкого животного. Красный волк занесен в Красную книгу Кыргызстана. И снежный барс – гордость нашей республики, или его еще называют Элбирс. На Элбирсе мне хотелось бы остановиться чуть-чуть поподробнее. Почему же снежного барс называют снежным? Барс назван снежным не потому, что он белого цвета или сделан из снега, а потому, что он живет высоко в горах, там, где лежит вечный снег. Снежный барс – это великолепное, красивое, очень сильное животное, немного напоминающее тигра, но расцвет у него – это темные пятна на серебристо-белом фоне. Снежный барс – относительно небольшое животное. Длина тела этого животного – полтора метра, а вес – около сорока килограмм. Но зато у снежного барса очень длинный и пушистый хвост. Длина хвоста достигает один метр. Внешне снежный барс очень похож на леопарда, но родство между снежным барсом и леопардом очень-очень отдаленное. На нашей планете на сегодняшний день вымерло уже более 150 различных видов животных. Степная лошадь – торпан, тур – тасманский сумчатый волк, квага – это подвид зебры, вымер каспийский тигр. Мы никогда уже не увидим с вами странствующего голубя, никогда не увидим яванского тигра, сирийского дикого козла, не увидим бескрылую гагарку, каролинского попугая и многих других животных. Эти животные вымерли с планеты Земля, а причиной вымирания является деятельность человека. Причиной вымирания животных на планете Земля, по большей части, это антропогенный фактор – деятельность человека. Агрессивная охота на ценных в промышленном отношении животных. Животных уничтожают ради мяса, меха, шкуры, бивней. Уничтожают бездумно. Вырубка лесов, уничтожение естественной среды обитания животных. Загрязнение почвы, загрязнение наземных водоемов и грунтовых вод приводит к тому, что животные не могут жить в привычных для них условиях обитания и вымирают. Человек интенсивно осваивает земли под сельскохозяйственные годья, осушает болота, реки, распахивает поля, тем самым нарушая естественную среду обитания животных. Кроме того, в последнее время человек целенаправленно уничтожает вредных, по его мнению, животных. Это волков, мангустов, ящериц, щук, куниц. И это тоже приводит к тому, что нарушается баланс в природе, и многие виды животных исчезают с нашей планеты. Возможно ли так, чтобы красная книга стала не нужна? Что же должен сделать человек, и что он делает для того, чтобы сохранить видовое многообразие нашей планеты? Существуют методы охраны животных. Первое. Создание заповедных зон, заказников и питомников. Второе. Занесение редких и исчезающих видов животных в красную книгу. Третий метод охраны. Восстановление численности ценных в промышленном отношении животных и контроль охоты над этими животными. И четвертое, самое главное, наверное, это сохранение и восстановление естественной среды обитания диких животных. Что же вообще такое охрана животных? Охрана животных – это ряд мер и мероприятий, направленных на создание подходящих условий обитания животных с целью увеличения их численности и устранения опасности исчезновения. Природа – наш огромный дом. И всем найдется место в нем. Букашки, зверю и побегу, и дереву, и человеку. Хоть дом большой, но хрупок он. Ему все хуже с каждым днем. Не враг вредит из века век. Природу губит человек. Но может, скоро мы поймем, что мы неправильно живем, что дом наш охранять должны от грязи, злобы и войны, чтобы в доме нашем навсегда царили мир и чистота. Теперь, ребята, пожалуйста, отметьте домашнее задание по данной теме. Вам нужно будет написать эссе на тему. Возможно ли сделать так, чтобы красная книга стала ненужной? Что можно сделать для того, чтобы сохранить многообразие флора и фауны на нашей планете? Кроме того, нарисуйте в вашу тетрадочку животное или растение, обитающее, донесенное в красную книгу Кыргызстана. Спасибо за урок. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!